всем привет господа нажиманы у меня в руках очередная ножевая посылка да вы пока все на канале любителя ножей а несмотря на размеры не на канале любителя стрелкового оружия посылка приехала с магазина ла мне ну и там лежит довольно таки большой ножичек настолько что он во первых не вмещается мне в кадр а во вторых он не вместился я так понял ни в одну из фирменных коробочек брендированных на план не поэтому вопреки остальным посылкам здесь нету никаких обозначений магазина но никому не верить нельзя мне верить можно верьте мне приехал этот ножичек именно и зла мне сейчас я до него доберусь тут как обычно все заполнено какашками ландовскими такими вот ну и господа нажиманы в общем то вот такой вот ножичек для любителей лесных походов выживания и бушкрафта ну благо его название об этом прямо нам не то чтобы намекает а говорить сегодня я вам буду показывать нож от компании кондор ну а вернее конечно будет не совсем нож по умолчанию все это дело относится к шансовым инструментом то бишь к лопатам топором и же с ними и речь у нас сегодня пойдет вот о таком мочетосе который называется кондор бушкрафт паранг как и подобает бушкрафтер скому парангу он поставляется с бушкрафтер скими ножнами вот они ножны нейлоновые на клепках вот так они сделаны довольно таки ровно сшиты с ну назовем это стимули ком просто пытаюсь понять есть ли у этого я так все в бушкрафт не сильно его желание если вот у этой штуковины какой-нибудь практическое назначение ну понятное дело что можно все дело расплести там сделать какую-нибудь веревку дабы соорудить какой-нибудь не знаю копье чего-нибудь куда-нибудь привязать ну или на крайний меня случай если совсем не удается выжить но вы поняли это моя фирменная шутка значит использовать это для окончательного конца но вот пытаясь нащупать тут какие-нибудь отверстия для удаления влаги воды но ничего нащупать я такого не могу что нужен есть подвес подвес но такой относительно свободного тут конечно никуда не двигается так вот в одном положении они будут висеть но в целом он такой гибкий гибкий не жесткий и ну и соответственно так вот наклепки опять же нейлоновый ремешок нифига себе для для фиксации паранга спасает то что паранг в общем-то предназначен для вы тот товарищ который заказал сам это попробует расстегнуть или поломать и этого делать не буду значит радует только одно что паранг это нож для вырубки каких какой-то там растительности до прорубания себе пути на рубание дров они самозащиты иначе так хрен ты его отсюда вытащишь я расстегнуть не могу и не буду пытаться ну и собственно говоря вот а вот здесь вот спокойно расстегнулась может быть я что-то не то делаю но тут вот я пока ничего не делал посмотрите тут такое ощущение что ее уже где-то там на производстве чем-то забивали но ссори что выслали то и пришло на вот здесь вот расстегнулась нормально вот тут еще есть такой вот кармашек который в который можно что-нибудь засунуть широкая либо поделить его вот так вот на две части соответственно тут какой-нибудь огня вот тут еще чего-нибудь ручку тактическую записать сколько деревьев вырубил ну и собственно говоря сам мачитос некие упущение к слову сказать в его конструктиве но в принципе в принципе можно сказать простительно учитывая его относительно небольшую стоимость по сравнению скажем так с другими инструментами такого плана или с инструментами других производителей скажем так тот же самый фокс который я вам показывал там тоже косяков было хватамба а стоил он так я бы сказал подороже ну и вот непосредственно сам наш шансовый инструмент но так пытаюсь просто понять какого он конструктива потому что здесь рукоять сделают посмотрите опять же вот это вот вот это что такое это на заводе так или это билось или это собственно обклепки билось все в общем рукоять сделана из нейлона и не здесь не предскажешь никак не понятно но может быть если только магнитиком про попробовать прощупать насколько хвостовик рукояти внутри нее продвигается то есть сделано это по типу все-таки некого такого full танго либо здесь все-таки какой-то хвостовик но как бы то ни было рукоять довольно таки широкая рукоять очень эргономичная рукоять ухватистая вот такая вот пузатая но я бы не сказал что сильно цепка или хотя нет липкость какая то есть мне кажется когда рука будет мокрая там ну непосредственно потеть от усилий будет при прилипать это рукоять к рукам на рукояти есть темляч на отверстие к слову сказать неплохо было бы темляк отсюда пересадить сюда ну и как бы вот сделать петлю чтобы там в угаре не потерять не выронить инструмент из из руки ну и вот посмотрите рукоять довольно таки длинная здесь много места под как мне кажется любую ладонь у меня 90 миллиметров ширина ладони соответственно вот так вот сюда все это дело заходит под пальцевой упор есть здесь есть здесь ну то есть здесь в принципе прям вот продумано так все сделано прям такая ухватистая топорик такой напоминает топорик мало вот топорообразная к слову сказать вот топорообразный ну вот так вот сюда всажен клинок видите тут как-то что-то запайки какие-то не знаю такое ощущение или это срезы и вот такое ощущение что клинья сюда как будто бы вбиты пластиковые может кстати и вбитые вклеенных рено носит как это все сделано ну клинок вроде бы так ровненький но посмотрите как довольно таки грубой здесь брутально на клинке сделаны спуски спуски от примерно половины спуски ну я я бы так сказал даже выпукло линза видны и и спуски тут ну практически вот посмотрите и в ноль они сделаны вот тут как бы видно не какой-никакой подвод но это даже больше не подвод это знаете окончание такой просто более крутое окончание такой вот линзы а по сути дела тут просто они за линзованы в ноль ну брить это все не бреет к слову кстати давайте так попробую все что-то хоть и чужое добро ну даже вот так смотрите прям порезать что-нибудь можно они только они только порубить насчет рубки ну посмотрите вот я вам покажу мне кажется здесь очень правильно сделан баланс вот так вот он где-то тут находится в начале режущей части то есть ты когда его берешь в руку он явно уходит в переднюю часть в клинок и это будет удобно это удобно для именно вот таких вот рубящих каких-то работ потому что вес должен для максимально эффективно для эффективности конечно уходить в переднюю часть покрытие здесь сделано черное на клинке надо сказать тут не просто так не для красоты и не только для маскировки не столько сколько для защиты потому что клинок тут ведь клинок весь в такой в масле что клинок сделан из углеродистой стали 1075 ну и я попробую вам показать покрытие на ламни на фотках оно более ярко выраженное здесь конечно ну такой красоты не видно то есть оно такое знаете то что китайцы в обработке титана титановых там ручек титановых рукояти да и не только китайцы в магазинах называют флэмэйбл то есть пламенное такое покрытие с такими разводами оно должно быть но может быть оно действительно так будет смотреться если клинок вытереть от масла пока да такие вот видите разводы видно какие-то фиолетовые там темно-розовые там красные переходы но на самой вот вот тут особенно вы но на самой лавни это прям явно было видно как будто он такой прям прям такой клинок 642 грамма заявлен общий вес инструмента 502 миллиметра длина 330 миллиметров длина клинка по факту мы имеем 300 до 330 в принципе длина клинка 490 но смотря как мерить 495 длина всего мачитосика ну и я не факт кстати что они взвесят мне да ну и больше полу они по-моему до 500 грамм надо пиццы до 500 грамм и больше полукилограмма его вес прям такой мне кажется прям тем более сальвадора там где понимаю толк в прорубание джунглей я так понимаю в общем такой аутентичный можно сказать инструментик подкатил главный прокатился мимо нас и уезжает к моему подписчику который попросил его заказать с помощью моих возможностей ну а если вы хотите тоже воспользоваться моими возможностями не прочь так сказать по выкупу и доставке товаров и не только ножей за различных интернет магазинов внизу в описании все ссылки на меня группа во вконтакте канал в телеге объявления на авито оставайтесь на канале на этом все всем удачи всем пока